Владимир Лохмачев следователем мечтал стать с детства. В школе участвовал в олимпиадах по праву и обществознанию. После университета, наконец, работа в должности общественного помощника следователя. Первое свое дело помнит до сих пор, хотя прошло больше года. Покушение на сбыт наркотиков. Закладчиком оказался юноша, которому не было и 18. Молодой человек решил подзаработать, распространяя наркотические вещества на территории советского района города Рязани путем закладок. Поскольку несовершеннолетний и у него ранее не было судимости, если я не ошибаюсь, то ему назначили 4 года лишения свободы условно. В должности общественного помощника у Владимира был наставник, опытный следователь. Это распространенная практика. Вместе они выезжали на места происшествия и составляли протоколы. Присутствовал и на допросах. Все следователи, которые в отделе были, они помогали и советам, и делам, давали образцы, разъясняли, какие ошибки, разъясняли об изменении законодательства. То есть практическим своим опытом делились непосредственно со мной. Я впитывал все их знания, приобретенные уже с их годами, и по настоящий день применяю на своей практике. После школы общественного помощника подошел срок окончания обучения на юридическом. После выпускного Владимир Лохмачев сам явился в военкомат. С 19 по 20 год служил в железнодорожном батальоне. Говорит, что служба ему помогла в работе. Служба в армии, наоборот, помогла больше еще закалить характер, приобрести какую-то моральную устойчивость. В том числе, что и нужно для следователя. Научила планировать свой день, поскольку в армии все идет по строгому графику. Владимир признался, что в работе следователя планировать не всегда получается, потому что в любой момент может быть выезд на место происшествия. Это он ощутил уже работой следователя. Уголовных дел было множество. Убийства, покушения на сбыт наркотиков, всего не перечислить. Однако хватает тех, которые запоминаются особенно. Лето 21 года. Ночью из дежурной части ОМВД по московскому району города сообщили о трупе на лестничной площадке. Уже на месте следователи заметили на погибшем всего одно колото-резаное ранение. После необходимых следственно-оперативных мероприятий нашли возможного убийцу. Им оказалась девушка. Однако данная девушка не признавала вину с самого начала и выдвигала различные версии произошедшего. Что это могли быть и третьи лица, не обязательно она. Но в ходе предварительного следствия было проведено множество экспертиз. Судебные медицинские, генетические, дактилоскопические. Проведем большой комплекс допросов свидетелей. Да и девушка оказалась не из простых. Ранее судима, притом по двум статьям кражи и причинения тяжкого вреда здоровью. А конфликт, как водится, произошел во время распития горячительного. Сейчас дело находится в суде для рассмотрения по существу. И таких дел десятки, если не больше. По словам Владимира, работа следователя сегодня требует полной отдачи и гибкости ума. Плюс соответствующий характер, без которого сложно справиться. Но когда это призвание, сложностей не возникает. Мол, только закаляет характер. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.